Армян Армяне делают все, чтобы сохранить оккупацию азербайджанских земель. Принятое докладчиками Европарламента по Армении и Азербайджану, а также руководителем делегации Европарламента по сотрудничеству с Арменией, Грузией и Азербайджаном совместное антиармянское заявление, которое касается строительства третьей дороги из Армении в Карабах, открывает зеленый свет бакинскому режиму для войны. Таким образом, ответственность за вероятную войну и жертвы с обеих сторон ложится на данную европейскую структуру. По мнению армян, подобный прецедент уже есть. Это Апрельская война. Она была обусловлена множеством факторов, одним из которых стало принятие 26 января 2016 года в резолюции Пасье о Сарсангском водохранилище. Азербайджан после насильственного присоединения Армении к ЕС готовился решить конфликт военным путем. Для этого нужна была легитимизация права на войну. Вместе с Россией и ЕС была решена задача изоляции Армении и задержки поставок вооружений, а Европа подсобила антиармянской резолюцией. Сейчас Европарламент вновь легитимизирует право Баку на войну и несет ответственность за это. Армянская сторона должна четко заявить об этом, призвав к ответственности прежде всего авторов заявления. Но как и в дни Апрельской войны, политическое поле Армении продолжает истовно поглязать в интригах и мелких разборках, не видя ничего за пределами центра Еревана. Армяне забывают, что в мире их считают оккупантами и Азербайджан оставляет за собой право освободить свои земли в ходе военной операции. Дорогие подписчики, хочу пригласить вас на свой авторский канал АЗ20%, нуждаясь в ваших подписках и лайках, ссылка на канал в описании к этому ролику. Хорошего вам настроения и помните, победа будет за нами! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok